Так, есть у меня небольшая радость. Заключается она в том, что я нашел свой маленький ножичек, поэтому открывать мы будем им. Поехали! Не совсем понимаю, разве я заказывал такой еще один чехол или нет. Не могу я это вспомнить. В принципе, ну, не важно. Бросами телефона долго рассказывать не буду. Вы всегда можете посмотреть обзоры в разделе Asus Zenfone Max. То есть, вот два очередных чехла от Nielken с функцией Flip Cover. То есть, вот этот под кожу, этот не под кожу. Видео есть, да, вы можете в этом разделе найти и посмотреть поподробнее, что они из себя представляют. Мы сделаем следующим образом. Сейчас распакуем к ним аксессуары. Посмотрим, что они из себя представляют. И продолжим распаковывать остальные посылки, которые к телефонам никакого отношения не имеют. Еще раз, да, это видео уходит... Часть этого видео уходит в раздел Asus Zenfone Max. И... Поэтому здесь аксессуары для него. Значит, это стекло. В принципе, даже не буду его распаковывать. Распаковывал их до этого неоднократно. Но одно могу сказать. Да, отверстие под... Даже под камеру есть стекло. Достаточно хорошего качества. Приходит вместе с китайскими палками. Повреждений ни разу стекла не было. Смело берите, рекомендую. Значит, чехол броня. Хорошая штука. Значит, внутри у нас находится силиконка. Разные цвета. А сверху находится пластиковый кейс-чехол. Как сказать. Для чего это нужно? Силиконка защищает от ударов. Пластик защищает от каких-то там механических воздействий. Помимо прочего, есть держалка. Можно будет поставить телефон, посмотреть фильм или что-нибудь в этом духе. А сбоку не дырочки, а такие вот выпирающие кнопки. Дублирующие. Ну, вполне хорошая вещь. Если вы где-то там используете телефон, что он может выпасть. Ну, или еще что-то в этом духе. Стоит довольно недорого. Если прям вот сильная защита нужна. Ну, то, что нужно. Составная получается часть. То есть, силиконовый бампер. И в этот силиконовый бампер вставляется вот такую вот каемочку. И при всем при этом эта каемочка имеет разнообразные цвета. Ну, в целом, смотрите. Сидит вполне... Сидит вполне симпатично. Ребристость, да? Сохранилась. Все необходимое, все открыто. Кнопки выпирают. Достаточно удобно их нащупать. Скажу честно, вполне прикольный чехол за небольшие деньги. Такого у меня, кстати, даже на обзорах еще не было. Вот первый раз пришел. Вполне рекомендую. Видели вы, наверное, этот чехол. Значит, открывал я по нему спор. То, что он до меня никак не дойдет. Вот. Потом он до меня дошел. Я сделал повторный заказ. Написал об этом продавцу. Говорю, не отправляй мне ничего. Я сейчас сделаю вид, что отправил. Я это подтвержу. И как бы тебе придут деньги. Но он молча взял и мне отправил заново чехол. Чехол на самом деле стоит очень недорого. Но это обыкновенный пластик, на котором есть рисунок. Рисунки есть разные, разнообразные. Ну, если вам такие чехлы подходят, заказывайте. Почему бы и нет. Знаете, а мне нравится этот чехол. Ну, знаете, он такой полностью матовый. Он полностью матовый, достаточно прикольный. Ну, так вот в нем будет выглядеть сам телефон. Здесь прорези. Вы знаете, мне очень даже нравится. Прям вот приятно, приятно в руке его держать. Очень, очень, очень даже, да. И цена, насколько помню, достаточно невысокая. По сравнению там вот с этим шершавым, таким каким-то гаденьким пластиком. Да, вот этот. Очень даже меня такие вещи прям вот радуют. Абсолютно примитивная штука. Да, это силиконовый бампер. Но у него есть некое отличие. Он матовый. Ну, ё-моё. Ребят, вот я его до этого заказывал. Да, он там стоил что-то 70, что ли, рублей. Как-то, по-моему, он был получше качеством. То ли вот этот вот на почте России его немножко потрепало. То ли это, может, на какой-нибудь сингапурской почте. Не знаю. Ну, смысл в чем. Не прозрачный, а матовый. Обыкновенный силиконовый бампер за небольшие деньги. Ну, вот в данном случае какой-то вот он... Да нет, наверное, просто в посылке его помяло. Вполне прикольная штука. Что-то рублей 70, по-моему, стоит. То есть, ну, в принципе, совсем не деньги. Ребят, достаточно интересный чехол, который я ждал. Мне прям очень хотелось его увидеть. Блин, ребят, великолепная такая прям вот. Розничная упаковка. Очень даже. Значит, это принцип брони. Да, то есть, что такое еще раз броня. Броня это когда двухсоставная часть. То есть, вот, мягкое что-то, что защищает от ударов. Ну, там, уронили или что-нибудь в этом духе. Амортизирует. А вторая часть жесткая. Причем жесткость здесь такая. Немножко мягкая. Она нужна от... Да нет, ребят. Тут даже все совершенно иначе, чем не изначально подумалось. Здесь... Пластик. А здесь... Что-то такое... Видно вам? Нет? На кожу похоже. Что-то похожее на кожу. И оно прям вот... Очень интересно, как в нем будет смотреться телефон. Брутально шикарно он в нем смотрится. Да, телефон стал достаточно существенно потолще. Относительно того, что было. Мне очень-очень даже нравится. Очень даже нравится эта броня. Прям вот... Сильно-сильно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова